Привет всем! Мы находимся в Стамбуле и сегодня у нас экскурсия в Йолдис парк. До остановки Бешикташ ехать буквально пару остановок на любом автобусе. Остановка называется Йолдис-Свепень. К сожалению, многие путешественники не находят время для посещения этого прекрасного парка, потому что он не так близко ко всем историческим достопримечательностям и не очень популярен среди туристов. Но я думаю, что не приезжать сюда – большая ошибка, потому что это один из крупнейших и самых зеленых парков в Стамбуле. И как сам город, парк также имеет свою собственную историю, которая началась много веков назад. Поэтому, если вы едете в Стамбул, обязательно посетите парк Йолдис. «Ты кенгуру вообще!» «Да?» «Да» «А вот и в контроле, и саденец». «Все травмированы, инвалиды». «Да» «Я скажу, парк инвалидов». «Территория парка в византийские времена была лесом. Начиная с правления Сулеймана Великого, султаны сделали его своим охотничьим угодьями. В последующие века он оставался рощей за приморскими дворцами». «Садчий мостик». «Вот он качается как». «И отсюда виды открываются на парк». «Такая обзорная площадка». «Вид на озеро». «Вид на озеро». «Так качается все». «Вид на озеро» «Водопадик – ещё один. Вот так выглядит висячий мостик». «Соседство начало процветать после строительства дворца в девятнадцатом веке». Он получил свое название от первого павильона, построенного по заказу Селима III в начале XIX века. С тех пор этот парк стал частью императорского сада дворца Ялдыз. Этот парк – крепость, простирающийся вниз по склонам от дворца, был предназначен только для жителей дворца во время правления султана Абдулахмида II. Во времена Византии на территории парка был лес. Правление султана Сулеймана Великого, этот лес был объявлен личным охотничьими угодьями султана. В следующие века он оставался рощей за приморскими дворцами. Местность начала активно развиваться в ходе строительства дворца Ялдыз, который был возведен по заказу султана Селима III в начале XIX века. В настоящее время парк Ялдыз представляет собой красивый садовый комплекс, в котором выращивают различные виды цветов, растений и деревьев, собранных со всех уголков мира, начиная с эпохи Османской империи. В территории парка также открывается панорамный вид на Босфор. Так трясется мост, это не камера, это вот я вместе с мостом. Кругом есть столики со скамеечками, можно перекусить. Площадки обзорные, водопадики, очень приятно все. Растительность парка включает вся магнолию, лавровый лист, иуду, серебряную липу, беконский каштан. Кроме того, в парке укрыты дуб, кипарис, сосна, птиц, кедр и ясень. Вход в парк бесплатный для пешеходов, но для личных автомобилей и такси установлена определенная оплата за вход. Для тех, кто не желает взбираться на склон, имеется вариант добраться до верха на такси и спуститься пешком, осматривая все достопримечательности.